Крымские спасатели продемонстрировали свои профессиональные навыки на учениях в селе Краснокаменка. Отрепетировали на практике не только спасение пострадавших, но и тушение леса. Подробности смотрите далее. На лесной дороге в Краснокаменке произошло ДТП. Загорелась машина и есть пострадавшие. Огонь перекинулся на ветви деревьев и спровоцировал возгорание части леса. К счастью, это всего лишь легенда масштабных учений для спасателей полуострова. Оказать первую помощь пострадавшим, потушить огонь в такой рельефной и труднодоступной местности – задача не из легких. И все нужно сделать оперативно. В этой операции участвовало 200 человек. Кроме собственных навыков помогла еще и современная техника. 25 единиц, в их числе два пожарных вертолета и беспилотная авиация МЧС России, квадроциклы и другие машины. Сегодня техника новая, техника современная. Уже никогда такой при Украине не было. Личный состав готов полностью весь обут, одет, накормлен. На мой взгляд, сегодня все сделано для того, чтобы крымчане чувствовали себя спокойно. МЧС на страже находится, комитет по лесному охотничеству точно так же готовит своих людей к выполнению задач во внештатных ситуациях, которые могут возникнуть. То есть служба все действует слаженно. Ситуация обостряется, когда на пути у спасателей появляются новые трудности. Во время разведки в области пожара нашли четырех туристов. А пути выбраться из села отрезаны. В подобных случаях экстренную помощь оказывают специалисты горной поисково-спасательной части специализированного отряда МЧС России и ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крымспас». Помимо богатого опыта, у спасателей есть все необходимое альпинистское снаряжение. Кроме своей техники, в случае необходимости на полуостров перебазируется дополнительное – с материковой части России. «Би-200, 40 минут с Ростова прилетает. И два вертолета базируются в аэропорту Симферополь, наши, крымские, с экипажами крымскими, круглосуточно, круглогодично». Служба МЧС в очередной раз доказала, что готова прийти на помощь в самых сложных ситуациях. Подобные учения помогают усовершенствовать уже приобретенные навыки, тренируют силу и выносливость личного состава. Анастасия Калугина, Служба новостей и ТВ.